Привет, друзья! Итак, сегодня речь пойдёт об осени 1970 года. Советую предморительно вам посмотреть хотя бы несколько фильмов, которые предшествовали этому выпуску журнала. Ссылки вы найдёте в описании под этим видео. Для того, чтобы понять, о чём сегодня пойдёт речь. Так случилось, что почти все наши ребята из ансамбля сыграли в этот год свадьбы. В том числе и ваш покорный слуга. Это был свадебный год. Лично я уже впрягся по полной в эту бурную жизнь. С восьми утра до пяти вечера родной завод. Помните, как в песне из кинофильма «Весна на Заречной улице»? Мне не найти судьбу иную и ни на что не променять ту заводскую проходную, что в люди вывело меня. Вот так. Строго по звонку с восьми до пяти, а иногда и позже. Работа у меня порой была очень напряжённой. Я работал в должности мастера цеха, а позже уже инженером-технологом. А это сплошная беготня и ответственность. Да ещё учёба в вечернем институте. И, разумеется, мой любимый ансамбль «Эврика», который я возглавлял, постоянно чувствовал высокую ответственность за то, чтобы наш коллектив не терял популярность. Хотелось бы поделиться с вами одним очень ярким моим впечатлением из моей трудовой жизни. А цех, в котором я работал, был огромным. А у нас был отдельный участок, экспериментальный. У нас это означает, что я работал мастером, и в подчинении у меня было двое рабочих – слесарь и токарь. Замечательных ребят, скажу я вам, мне подарила судьба. Умных, талантливых, добрых. Мне кажется, таких сейчас редко встретишь. Интеллигентного рабочего класса почти не осталось сегодня. Так вот, обычно в конце рабочей недели, в пятницу, как только на часах стрелки показывали без 15,5, а это конец рабочего дня, все рабочие за станками приседали, и их почти не было видно. Почему я это всё так вот вспоминаю? Потому что у нас место было самое высокое в цехе. Ну, вроде как, все присели, протирают станки. На самом же деле, почти у всех в тумбочках был спирт. Его доставали все на протирку, ну, для обезжиривания деталей, ну, для разных работ, в сварочных работах. В общем, спирта на заводе хватало всегда и везде. И вот, как только раздавался гудок, все были уже переодеты и дружно шагали на выход к проходной. У проходной всё больше и больше народа, а за проходной уже огромная толпа людей осаждала автобусы. И так было каждую пятницу. Ну, а я обычно оставался на заводе в концертном лекционном зале и либо ждал всех ребят на репетицию, либо писал какие-то аранжировки. И вот в октябре нас пригласили пройти конкурсный отбор на центральном телевидении в телевизионную передачу о ломающем таланты. О, что тут началось! Я быстро подсуетился и сделал аранжировки песен для нашего певца Жени Савченко и для ансамбля. Мне очень хотелось показать что-то своё авторское. И я на вдохновение буквально на одном дыхании сочинил песенку, которую назвал «О Василисе прекрасной». Почему я выбрал такую тему? Дело в том, что иностранный репертуар был строго запрещен, как сейчас говорят, не формат. Песен, конечно, было много, но большинство из них патриотические. О комсомоле, о комсомольских стройках. Всё это мне уже давно, как говорят, набило оскомину. Хотелось что-то своё, и я выбрал направление. Ну, такой, знаете, а-ля фольклор в современной обработке. Я хочу показать вам эту песню, но записанную уже гораздо позже с певицей Натальей Кныш. Потому что записи первой песни у меня не было. Песенку эту вы можете послушать по ссылке в описании под этим видео. Кстати, друзья, мой жизненный опыт доказал, что постановка этой песни в детской самодеятельности всегда приносит успех. Так что для информации, для тех, кто работает с детьми, этот материал очень даже может пригодиться. На телевидении нас встретил Саша Масляков. Он был телеведущим этой передачи вместе со Светланой Жильцовой. Разместили нас в небольшой комнатке. Перед нами стояли столы для жюри. Мы устанавливали аппаратуру. Но, боже мой, какая у нас в то время была аппаратура. Сплошной, как говорят, самопал. Так называли в то время такую вот аппаратуру. Самопал – это значит всё самодельное. Звуковые колонки, усилители. Слава богу, гитары, хоть у нас были на тот момент более-менее нормальными. Музима. Но вот ударная установка у нас как раз, конечно, была очень даже приличная. Это были барабаны фирмы «Премьер». А «Премьер» – это было в то время, ну, пожалуй, самое лучшее, что можно было достать в магазине. Пришло жюри, как сейчас помню. Это были композиторы. Марк Фрадкин, Ян Фрэнкель, значит, Микаэл Тревердиев. Ну, и ещё кто-то, я уже точно не помню. Мы начали с песни «Зафабричной заставы», которую спел Женя Савченко, наш солист. Хотелось бы отметить, что в аранжировке этой песни я слегка изменил гармонию в последнем куплете, в котором были такие слова. «Но порубанный саблей он на землю упал, кровь ей отдал до капли, на прощание сказал, умираю, но скоро наше солнце взойдёт, шёл парнишке в то пору, 18-й год». Музыка – это Марка Фрадкина, и как раз он сидел в жюри. Эта музыка на самом деле мажорная. Она такая, знаете, имела некий сентиментальный характер. И песня, в общем-то, замечательная. Она из кинофильма, который назывался «Они были первыми», где играл мой любимый киноактер Георгий Юматов, ещё молодой в то время. А песню в фильме записал Владимир Трошин. И песня эта была одной из моих любимых, потому-то я, не задумываясь, включил её в репертуар. Но последний куплет с этими скорбными словами у меня никак не укладывался в эту мажорную мелодию. Уж слишком весело, понимаете? Ну, вроде того, что рок-н-ролл на кладбище. И я решил немного, ну, как сказать, схулиганил, что ли. Сделал этот куплет грустным, минорным. И ещё и темп понизил. Более медленный темп. И откуда мне было знать, что непосредственный автор этой песни, композитор Марк Фрадкин, будет первым слушателем этого моего эксперимента? Но, к счастью, всё обошлось. Ну, а следующая песня была написана для нашего вокально-инструментального ансамбля. Ну, та самая песня о Василисе Прекрасной. После прослушивания Саша Масляков объявил нам день и время прямого эфира и намекнул нам, что жюри рекомендовало нас включить в передачу в самом конце конкурса. Мы должны были петь завершающими. Это меня навело на разные размышления. С чего бы вдруг, может быть, решили нас показать в формате, как не должно быть и чего нельзя делать в музыке? Или наоборот? В общем, всех нас посетила огромная степень ответственности. И наступил этот день. Мы перед этим усиленно репетировали. Особенно было сложно с движениями. В то время в вокально-инструментальных ансамблях была у всех такая тенденция. Это синхронные движения, как в армейских коллективах. Пошло это от ленинградского ансамбля поющие гитары. У них что не песня, то сценическая постановка. Вот и мы в песне о Василисе Прекрасной выучили интересные движения, которые нам подсказали девчонки из нашего кардебалета. И все это было очень даже неплохо. И главное, как-то по-новому. Никто до нас этого, ну, просто не делал. Выступили мы в самом конце. И финал был просто ошеломляющим. Продолжительная бесовка. Всем цветы. И объявление на всю страну, на весь Советский Союз, что мы стали победителями первого тура Москвы и Московской области. Но для меня главным было не то, что меня объявили автором собственной песни на всю страну. И даже не то, что мы заняли какое-то место, а то, что мы очень здорово прозвучали и не ударили лицом в грязь. То, что прозвучала моя песня впервые на телевидении. Это вдохновило меня, как говорят, со страшной силой. И на тот момент для меня это было просто самым главным. Возвращались мы в Химке на автобусе очень поздно, в первом часу ночи. И на спуске с моста через железную дорогу улица перекрыла толпа людей. Автобус остановили химчане. Ну, мы никого из них не знали. Они вломились в наш автобус шампанским. Мы были усталыми, но по-настоящему счастливыми. Все было наполнено радостью и добротой. Пожалуй, это был мой самый счастливый день в моей жизни. Такой бывает нечасто. А на следующий день утром, когда я вошел в свой цех, все рабочие начали громко стучать в разные железки. Этот громкий звук у меня до сих пор в моей памяти. Я в первый раз почувствовал и понял, что такое настоящая слава. Хорошо, что я это испытал в юном возрасте, потому что с годами стал относиться к этому уже ну, абсолютно спокойно. Вот так нас посетила госпожа удача. Ну, а как дальше развивались события на Центральном телевидении? Я расскажу вам в дальнейших передачах. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажать на колокол, чтобы он вас всегда предупреждал о моих новых фильмах заранее. Ну и делитесь со всеми, если, конечно, вам все это понравилось. Итак, увидимся, друзья. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин